Они в срочном порядке пытаются сейчас скотировать все на бирже нашей государственной предприятии. И самая горячая проблема, это, конечно же, Аэрбалтик, которым не хватает 200 миллионов. И каким образом они будут их искать и как решать эту проблему, на самом деле, очень интересно. Потому что государство говорит, попробуйте что-то сделать своими руками, потому что 200 миллионов мы пока не можем дать. Ну а в частном порядке искать инвестора или перекредитоваться 15% ставка, если я не ошибаюсь, начиная от 15%. Ну как бы деньги стоят дорого. И какое бы решение не приняли, все будет плохо. Потому что если захотят продать предприятие, оппозиция, народ скажет, ну извините, почему, какого вы вообще продаете национальную авиакомпанию? Ну интересно будет, за какие деньги. А второй вариант, если 200 миллионов все-таки дадут кредита, какой кредит? Дотации. То тоже скажут, неужели народ голодает, нечем платить за коммунальный, а вы 200 миллионов опять дарите авиакомпании, в которые такие зарплаты, и вообще человек не знает даже латышского языка, вы о чем? Чтобы не было, все будет плохо. А я вам сейчас объясню, почему. Вот, например, Любовь Швецова, выгнавшая телеграм-канале, очень хорошо разложила ситуацию по поводу цитаделла. Как же была проведена эта сделка? Продали банк с огромнейшими активами за 75 миллионов. Когда, в свою очередь, Луминдор сейчас продал свой кредитный портфель, активы за 1,7 миллиардов. Вы понимаете, да, в частном порядке, когда ты продаешь свои активы, свою ценность, да, свою работу за 1,7 миллиардов. И государство как будто очень выгодно продало, как говорится, не для народа, за 75 миллион. Здесь очень похожая ситуация. Они безо... Ладно, я просто не хочу сидеть в тюрьме или удрожебник. Вы понимаете, каким образом будет продано и каким образом будут решать проблемы в Аербалтике. Поэтому народ в любом случае будет недоволен. Потому что этим людям нельзя доверять. Нельзя доверять. Это за 30 лет они показали, какие они хозяйственники. Только, только для себя. И не забывайте, что за последний год повышение зарплаты было у чиновников. На 30% им подняли зарплаты. И государству они обходятся в 2% от государственного бюджета. 216 миллионов. В свою очередь, в частном секторе повышение зарплат было, ну, 10%. Где-то так. Ну и, конечно, не забываем подписываться. Я вам скоро расскажу еще очень много интересного про полеты Каринша.